Представители знака Зодиака, Стрелец, Стрелецы, мои дорогие, здравствуйте! Дару прогноз, гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря. И на этой неделе у нас осень встречается с зимой. У нас сегодня колода карт 78 дверей. Это больше метафорические карты, которые где-то нам про ситуацию больше рассказывают. И принципиальный вопрос это двери, открытые или закрытые? Или каков ключ, как его найти, подобрать? Вот давайте мы рассмотрим, что нам подскажут карты. Будем реалистами, любой прогноз, увы, не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, если подключить интуицию, какой-то пазл для вас сложится. Ну или мы с вами проведем приятное время, я искренне на это надеюсь. Итак, первая карта будет у нас означать, что важно знать. Или что для вас в приоритете, может быть, ваше настроение. Чем запомнится в целом эта неделя для вас, стрельцы. С какими неожиданностями вы можете столкнуться, чего не избежать. Чему сейчас не время или что может помешать. Достанем карту. А что же тогда будет помогать. Еще достанем карту такую. Что скрыто? Может быть, и вы чему-то не придаете значения. А может быть, и кто-то скрывает. Вот узнаем. Энергетику посмотрим по основным сферам жизни. И первое дело, работа, бизнес. Даже если вы дома, но все равно какие-то дела же есть. У кого-то хождение по инстанциям, у кого-то еще там согласование. Или просто ваши дела, то, что вы планируете. Что энергия денег будет означать для вас на этой неделе? Личная жизнь, мои дорогие. И давайте карту совет. Подытожим. Все выпавшие карты. И что у нас на дне? Четверка жезлов. Прекрасно. Вообще, в других колодах Таро, это праздник после победы. Здесь тоже своего рода праздник. Наверное, вот как Рождество и Новый год, мои дорогие. Смотрите, семья. И все дома, все, кто нужен, все друг дружки максимально близко находятся. И что там за дверями этими находится? Пурга, стужа, вьюга, не имеет значения. Потому что нам внутри тепло, комфортно, хорошо, уютно. У нас все под контролем, у нас все стабильно. Вот что-то такое, когда мы сами как будто как и в безопасности. И у нас и любовь царит, и взаимопонимание, и благополучие. Ну, вот что-то доброе, хорошее, светлое, мои дорогие. Ладно, давайте будем смотреть, что же важно знать. Ну, вот самое главное, семерка мечей. Не где-то не замылить себе глаза эмоциями. Не подумать, что в этой колоде карт, это, кстати, не вообще как бы называют картой вора. А здесь немножко идет другое значение. Здесь девушка рисует двери открытые. А вот те, которые на самом деле существуют, они закрыты. Но она-то думает, как только она дорисует открытую дверь, вот эти двери, они тоже распахнутся. Но мы-то с вами знаем, что этого не произойдет. Поэтому, ну, вот где-то контролировать свои фантазии. Или, может быть и правда, сама по себе неделя с каким-то воодушевлением идет. И не замечтаться. Очень часто бывает такое, если мы говорим про карту вора, быть внимательным все-таки к кошелькам, к сумочкам, к портмоне, к паролям аккаунтов. Не переходить по каким-то ссылкам непонятным. Фишинг у нас процветает, помните. Особенно в преддверии праздников всегда такое бывает. С чем-то не просчитаться, не зазеваться, как будто, понимаете, себя беречь. И не думать, что какой-то вопрос решится сам по себе, как эти двери. Вот, видимо, это для вас важно знать, контролировать каждую минуту на этой неделе. Все-таки это как будто определенно стоит. Давайте неожиданности, чего не избежать. Тройка Пентаглий. Карты экзамена. Иногда у кого-то бывает, правда, как экзамен. Может быть, вы сдаете, завершаете курсы, обучение, еще что-то. И перед вами уже новые перспективы открываются. Приступайте. Потому что тройка – это всегда своеобразный прогресс. И здесь на работу, на получение денег, на приобретение новых знаний. И даже пусть эти знания как права кто-то получил, кто-то язык учит. Но мы потом впоследствии применим это на практике. И в итоге, может быть, мы будем более востребованы на рынке труда. Или каким-то образом заработать денег нам – это все равно поможет. Вот что-то либо изучайте, либо для кого-то из вас – это жизненный экзамен. Может быть, какая-то ситуация завершается. И вам надо окончательно, словно, отпустить прошлое. Правда, такое тоже может быть. Может быть, семеркой мечей не думать, что какая-то ситуация. Я вот ничего не буду делать, да, вот словно художница. Это ведь, ну, где-то… Это, конечно, здорово, вдохновение. Но с другой стороны, это же ведь есть какой-то момент иллюзорности. Вот не думать, что какая-то ситуация разрешится сама. А здесь как будто от наших приложенных усилий получится сделать для себя что-то на перспективу очень важное. Или, может быть, это не усилие, а какое-то ваше одно решение. Или решение по поводу обучения. Тут по-разному. Но любая карта может… Любое значение, точнее, в этой карте может как раз означать все равно прогресс. Вот к чему-то у вас в этот момент, в эту неделю, может быть, действительно, это момент в один из дней, когда чего-то нельзя упустить важного для вас, чему сейчас не время. Опять нам про эмоции. Русал у нас показан, который сидит и ждет свою русалочку. Надо сказать, мои дорогие, стрельцы, конец ноября и особенно декабрь. Уделить внимание именно отношениям, личной жизни. Даже если вы один или одна, значит, и вы не хотите, вам надоело это одиночество. Значит, надо продумывать, что я должна или должен сделать, чтобы не сидеть пригорюнившись, а как-то изменить этот статус от того, что мы только ждем. Вот как у нас показано, двери открыты, а вот ждать-то мы ничего не дождемся как будто. И иллюзии вот эти, они нам не дают новых возможностей, понимаете. А наоборот искажают реальность. Так же, как сомнения. Вот ни сомнений, ни иллюзий у вас не должно быть. А есть какая-то конкретика на злобу дня, на злобу недели, на злобу момента. И чего-то не упустить. Не расслабляться одним словом. А так, преград-то ведь нет как таковых. Давайте посмотрим, что же помогает, когда мы ключи подбираем. Ключи к людям, чтобы решить тот или иной вопрос. Или, когда мы получаем известие, и как будто нужно будет откликнуться в тот же момент, может быть, сделать звонок нужный. Или сообщить, я в теме, а потом отступить полшага назад и еще что-то продумать. Или с нужным человеком договориться, или закопать топор войны. Или где-то по обстановке быть таким более адаптивным, уметь маневрировать, быть гибким. Это тоже будет важно. Чего-то не упустить. Свой ключ и свою дверь. У вас большие возможности. Это помогает. Где-то реакция ваша помогает. По этой карте мы можем куда-то поехать, если это необходимо. И где-то в другой местности решать вопрос. Или мы откликаемся. И кто знает, тоже какие-то возможности появляются. Может быть, то, что стояло какое-то время на паузе, мы ждали. А здесь как-то так обстоятельства сложатся. Или у вас хватит решимости. Вот какой-то вопрос как будто решить. И уловить словно момент. Тут момент еще может иметь значение. Будьте внимательны. Что скрыто? Вообще, в целом, нет того, что нарочито скрыто. Единственное, это старший аркан умеренности. И, ну, где-то терпение, выдержка на этой неделе от вас потребуется. Если какой-то вопрос не получится решить сейчас, вот прямо сразу, да, когда мы получаем уже результат. Вот продавить какое-то, ну, ваше дело, продвинуть словно его. Но нам ведь не говорят, что это уже будет какой-то, ну, как вершина вашего успеха. Нет. Но прогресс определенный есть. Нам вот про прогресс две карты как раз сказали. Но может быть так, что мы ожидаем вот этого результата намного быстрее. А по аркану умеренности все развивается в каких-то своих временных рамках. Поэтому, если быстро как-то вы не получили результат, это не значит, что успех отменяется. Это значит, что он где-то задерживается. И по аркану умеренности мы должны как раз подмечать какие-то возможности, мои дорогие. И себя не ускорять. Девушка, вот у нас закрытая дверь показывала, и она наберет сейчас эти кувшины, и дверь сама по себе откроется. То есть у вас какой-то вопрос решится в тот момент, когда это будет необходимо. Тут как будто еще и влияют обстоятельства на вас. Это ведь может быть, когда вы хотите подписать какой-то документ, или решить какой-то вопрос, заключить соглашение, контракт, что угодно. Но вот может быть не именно сегодня это произойдет, а, например, завтра. Но как будто определенно получится. Но от ваших усилий это тоже будет зависеть. Ключи как будто подбирать вам. То есть сидеть просто в ожидании не получится. Надеяться, что дверь сама откроется. Увы, нет. Может быть, постепенно как-то вот как набирает девушка воду в эти кувшины, занимаясь тем или иным вопросом, мы точно что-то осуществим. Вы осуществите, мои дорогие стрельцы. Дела, работа, бизнес. Ну, шикарно. Десятка кубков. Правда, у кого-то в семейной жизни, в личной жизни какой-то вопрос решится. У нас пара, которая выходит, да, двери открыты буквально из храма выходят, их приветствуют, видимо, после венчания. Что-то сделано по закону. Что-то сделано с радостью. Вы остаетесь довольны. Десятка кубков – это полнота эмоций. Вот почему я сказала, нас может вот так вот что-то вдохновлять или воодушевлять, когда мы, ну, находимся во власти приятных эмоций, и мы, ну, так несколько становимся невнимательными. А вот по семерке мечей, все-таки, если мы говорим про карту вора, мы не должны упустить, поэтому будьте внимательны, правда, как и к своим деньгам, как и к имуществу, так и к сохранности самого себя где-то. Вот это надо продумывать, потому что что-то у вас здесь очень такое радостное может произойти. Или это будет в вашей личной жизни, правда, касаться, или просто десятка кубков нам рассказывать, что дело какое-то у вас словно выгорит. Будет какое-то свидетельство, а, ну, тут не совсем победа, а тут просто радость от того, что у меня получилось что-то осуществить. Финансы. Да и по королеве-то Пентакли финансы все у вас под контролем. Посмотрите, шикарно. Нам королева Пентакли показана, которая, если мы говорим про двери, двери приоткрылись, это она сама открывает двери тому, кому сочтет нужно. И вот двое человечков пришли к ней пересчитать ее богатство, и сейчас они вместе займутся этим. Поэтому у кого-то вопросы денег, как будто деньги есть, деньги будут на этой неделе. Но что-то просчитать нам нужно. И с чем-то не ошибиться, правда, тоже. Но вообще это карта самореализации части, потому что королева Пентакли сделала себя сама. То, что в ее ментальности рождается, или планы, назовите это так, она как раз реализует в нашей жизни. Вот и у вас как будто какой-то проект, правда, получится осуществить. И в целом на какую-то еще перспективу, ведь карта тоже говорит, королева Пентакли, она не просто пересчитывает, а она новые какие-то себе добавляет планы и в последующем приумножает свое богатство. Вот у вас куда-то в сторону прогресса две тройки выпало. Приумножение, развитие, благополучие, изобилие, процветание, вот куда-то туда складывается эта неделя. И если придется проявить терпение, выдержку. Иногда эта карта, кстати, что скрыта, гармония вот тоже обозначает. И у кого-то из вас это можно расценивать как сабет. Будьте или стройте больше, как бы окружите себя какой-то гармонией, или людьми, которые тоже в этих энергиях находятся, которые не создают вам каких-то пустых противоречий на пустом же, опять же, месте. Вы можете пересматривать свое окружение в эту неделю тоже. Давайте в личной жизни посмотрим. У вас сильная позиция. Еще одна тройка, посмотрите. Правда, что-то тут у вас за делом на будущее. Сплошной прогресс. Три тройки. Как и работа, как и ваша личность, ваша популярность, ваша экспертность. Пусть это на личную жизнь выпадает. Для кого-то из вас нам тут уже десятка кубков выпало, и в принципе сказали, что в личной жизни, ну, для большинства из вас как раз сейчас благоприятное время. И я бы сказала, даже по тройке жезлов вы будете привлекательны, вы будете заметны, мои дорогие стрельцы. Нам не говорят напрямую про новое знакомство, например, да? Ну, кто знает, пошли решать какие-то вопросы. Дела работы, бизнес, десятка кубков. Все-таки полнота эмоций. И вполне вероятно, какая-то дружба у вас может, ну, начаться. И если не строить далеко идущих планов, то дать, допустим, возможность отношениям развиваться так, как они развиваются в каком-то своем ключе по аркану умеренности, то в последующем вполне вероятно у кого-то закончится браком. Вполне могу предположить. Но опять же, от наших усилий, понимаете, мы должны хотеть с кем-то познакомиться. Открытость, мир, общение. Это тоже очень важно. Но то, что вы будете привлекательны, и ваша сильная позиция. Даже в семье, мои дорогие стрельцы или в вашей паре, ну, словно будут смотреть на вашу реакцию. Будут хотеть узнать ваше мнение. Что лично вы думаете или, как вы видите, развитие той или иной ситуации или решения того или иного вопроса, потому что вы в центре внимания. Вы сами как маяк. Но у вас же опять все под контролем. Сильная позиция. Совет. Вот в зависимости от того, что это будет, семерка жезлов. Некрупная карта, о чем она нам говорит. Человек нам показан со здоровым камнем. И непонятно, кстати, не то он задвигает его, не то он его отодвигает. Вот и вы будете в зависимости от обстановки, от людей. Либо, ну, где-то я не хочу спорить, может быть, с кем-то, и я не хочу себя подвергать риску и задвигать камень. А где-то наоборот. В каких-то вопросах десятка кубков следует как раз вот этой открытостью как бы обладать, чтобы не упустить чего-то очень ценно хорошего. Да, на сбережения, на сохранения. Несколько карт нам об этом говорят. Но, видимо, вот такими разными энергиями вам придется воспользоваться. Нет чего-то одного. С кем-то вы будете открыты. И с кем-то вам захочется общаться. В чем-то будет перспектива. Но, может быть, будут и те, с которыми нужно быть очень аккуратными. Все-таки семерка мечей. И вот этот самый камень, как грот, вход в пещеру. Ну, видимо, это как жилище, это как его цитадель, вот этого героя нам показывают. Так и у вас, как будто, ну, придется и дистанцироваться от кого-то. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.